На РБК региональные новости мы вещаем из отеля Краун-Плаза Уфа в студии Маргарита Гафарова. Здравствуйте! 20 миллионов рублей получит Башкортостан на обеспечение льготников бесплатными лекарствами. Правительство России выделило региону дополнительный транш. Также на эти деньги отдельным категориям граждан будут закуплены медицинские изделия и лечебное питание. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Медикаменты получат инвалиды, в том числе участники Великой Отечественной войны, дети-инвалиды, участники ликвидации Чернобыльской аварии. Дополнительные средства понадобились из-за индексации стоимости льготных лекарств. Теперь можно рассчитывать на 886 рублей на одного человека в месяц, сообщается на сайте Кабмина. Регионам выделят деньги за счет нераспределенного резерва средств федерального бюджета, предусмотренных на обеспечение льготников бесплатными лекарствами. Это более 988 миллионов рублей. Башкортостан по размеру федеральной субвенции замыкает топ-10. Наибольшую поддержку получат Москва и Московская область порядка 132 и 46 миллионов соответственно. Ближайшие соседи Республика Татарстана и Челябинская область заняли пятую и девятую строчку по объему выделенных средств. В Башкортостане рассматривают вопрос об изменении границ с Челябинской областью. Республике может отойти 24 гектара земли соседнего субъекта федерации. Об этом стало известно во время рабочей поездки вице-премьера Рустама Муратова в Салаватский район. На этой территории, согласно мнению местных краеведов, находилась деревня Тикеево, в которой родились Салават Юлаев и его отец Юлай Азналин. В ходе подавления крестьянского восстания ее сожгли карательные отряды русской армии. Теперь здесь планируют построить этнографическое поселение, в котором будет располагаться дом-музей Салават Юлаева. К ее созданию привлекут Институт развития сел и городов Республики. Концепт поселения должны представить на Евразийском гуманитарном форуме. Туда же планируют пригласить правительство Челябинской области для обсуждения изменения границы между двумя регионами. Времени не так много, надо хотя бы концепт, концепт вот этой детной деревни и вот этой трассы. Потому что получается, что это самое культовое место, самый центр, эпицентр этой истории про Салават Юлаев. Весь мир о нем знает, а у нас только каменная еда стоит. Так не пойдет. Ну и напомню, последний раз восстановить деревню Салавата Юлаева планировали частные инвесторы еще в 2017 году. Тогда проект оценивался в 50 миллионов рублей. Реализовать его должны были за 5 лет. К работе собирались привлечь жителей соседних деревень. Жители Башкортостана все чаще покупают жилье на вторичном рынке. Согласно данным Росреестра, темп продаж вторички опережает новостройки. Из отчета следует, что количество записей об ипотеке в первом полугодии 2020 года в 6,5 раз превышает число зарегистрированных договоров об участии в долевом строительстве. Так, с января по июнь в республике заключено более 6 тысяч сделок по приобретению жилья в строящемся доме. И хотя в июне их количество превысило майские показатели, в целом, по сравнению с прошлым годом, число подобных договоров снизилось на 41%. Регистрационных же записей об ипотеке за те же 6 месяцев текущего года в Росреестре сделано свыше 41 тысячи. Причем почти в полтора раза выросло количество регистрации ипотеки на основании договора. В основном за счет рефинансирования ипотечных кредитов. Специалисты рынка недвижимости в регионе связывают сложившиеся пропорции не только с пандемией коронавируса. Сыграло роль и то, что средние цены на квартиры в новостройках сейчас выше стоимости готового жилья. И в условиях неопределенности часть покупателей перетекла во вторичный рынок. Другая причина – выгодные предложения кредитных организаций. Да, действительно, государственная программа прежде всего ориентирована на новостройки. Та самая программа под 6%. Тем не менее, из-за сильно снизившейся ставки Центробанка, конкурентными стали с ней и обычные программы банков, которые предназначены для покупки вторичного жилья. По данным специалистов Росреестра, недвижимость в Башкортостане привлекает и покупателей из других регионов. Количество таких сделок выросло в полтора раза по сравнению с первым полугодием 2019 года. Так, чаще всего квартиры и земельные участки в республике приобретают жители Челябинской и Тюменской областей, а также Хантамансийского автономного округа. Жители Башкортостана, в свою очередь, тоже покупают жилье за пределами региона. Жители республики предпочитают владеть недвижимостью в Оренбургской области, город Москва, город Санкт-Петербург и республики Татарстан. В основном приобретается недвижимость по договорам участия в долевом строительстве, либо по договорам купли-продажи с использованием кредитных средств банков, либо кредитных организаций. И вот всего за первые полугодия региональным управлением Росреестра осуществлено более 500 тысяч регистрационных действий, что на четверть меньше, чем за 6 месяцев прошлого года. Это связывает с режимом самоизоляции, действовавшим с марта по мае 2020 года. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. Следите за новостями вместе с РБК УФА.